Здравствуйте, товарищи участники военно-патриотической игры «Зарница!» Здравия желаю, товарищи, пиццу граната! Поздравляю вас с началом соревнований! Ура! 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 Более 10 лет назад на Оренбуржцев легла огромная ответственность. Выпала возможность выступать организаторами военно-патриотических соревнований «Зарница». И этот год не стал исключением. В течение пяти дней здесь соревновались лучшие участники из всего Приволжского федерального округа. Дорогие юные друзья, вы прошли серьезные отборочные соревнования, прежде чем заслужить право стать участниками финальной окружной игры. Я хочу искренне пожелать вам, дорогие друзья, чтобы вы с честью несли традиции «Зарничников» всех поколений. Для мальчишек и девчонок 70-х, 80-х годов прошлого века участие в «Зарнице» не просто игра или развлечение. Настоящее воспитание командного духа, воля к победе, смелости и выдержки. Кроме того, состязание воспитывало патриотизм и готовность встать на защиту Родины. И сегодня мы верны традициям, продолжаем развивать эту важную практику. Программа «Зарницы 2.0» включает в себя 27 видов состязаний. Задача одного из испытаний – оказать себе первую помощь при ранении в поле. Закончился первый день военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Но самое интересное и сложное испытание впереди. За это время участники успели испытать широкий спектр эмоций и почувствовать, что значит быть продолжателем традиций настоящих защитников Родины. Я обучаюсь в детском корпусе города Пензы. И приехать на данное соревнование я чувствую определенно ответственность за свой край, за свою в целом страну. Моя школа мотивирует меня покорять новые вершины, в том числе спортивные. Нас воспитывают не только дисциплина и сила воли, но и любовь к роде. Мы учимся быть достойными гражданами своей страны. Мы учимся уважать историю своего государства и друг друга, потому что только вместе мы сможем достигнуть больших результатов. Сегодня у нас третий день испытаний. Один из немногих дней, когда нам нужна именно выдержка, спокойствие, чтобы отлично показать себя на стрельбе. Но также вовремя переключиться, чтобы отлично выложиться на беге. А еще предстояло быстро облачиться в экипировку пожарного и выполнить комплекс изнурительных физических упражнений. Последний день, пожалуй, самый сложный. Участникам предстояло пройти через ролевые испытания, требующие максимальной отдачи и выносливости. На тактическом поле боя нужно не только выжить, но и спасти товарища. Второе место в средневозрастной категории заняла школа номер два из рабочего поселка Новая Майна Меликесского района. Сборная команда завоевала призовые места в восьми дисциплинах. Последний день соревнований одновременно торжественный и грустный. Радость от побед немного омрачала мысль о том, что придется расставаться с новыми друзьями. Но это расставание не навсегда. Лучшие зорничники обязательно встретятся в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова